Слушайте, может быть, это прийти ей на помощь и выломать дверь? Знаете, ну зачем нам вот это вот с Приднестровья вечные угрозы? Ну они нас тоже так нервы пощекотали за эту войну? Нападут, не нападут, пойдут они, не пойдут оттуда, знаете, как и из Беларуси. А что там на Волынском направлении? И что там эти придурки в Приднестровье русские делают? Это обращение в Майя Санду и решение вопроса в течение нескольких часов. Да, там говорят три тысячи российских войн, я думаю, сейчас гораздо меньше, на мой взгляд. Ну неважно, там склады в колбасной и так далее. Если Россия потерпит поражение и выйдет с территории Украины, эти вопросы будут решаться по нескольку часов. Буквально, потому что никто даже сопротивляться толком не будет. Будет моментальный, так сказать, молниеносный заход на территорию, быстрая передача под контроль центральной власти в Кишиневе, и на этом все закончится. В Минске почти то же самое будет происходить, просто главным инструментом будут как раз комбатанты белорусы. Все вместе с украинцами, которые осуществят быстрый заход и передачу власти легитимному наследству, так сказать, в лице того же Тихановской или же какому-то коалиционной власти, которая тут же будет с помощью Европы, с помощью Запада быстро осуществлять реформы и уничтожать остатки власти Лукашенко. Это простые вещи, они не вызовут никаких войны, боестолкновений, ничего этого вообще не будет. С исчезновением России как фактора главного гегемона на региональном пространстве, ну как минимум деления этого всего, эти вопросы решатся в один день. Вы увидите обсыпание, как это было в 88-89 году, с рассыпанием восточного блока, социалистического лагеря в Восточной Европе, когда не стало, значит, роли СССР. СССР еще дожирал. Да, но, Марк, вы же понимаете, мы же помним и Чаушеска, мы помним и этот расстрел и так далее. Вы намекаете, что так же может быть и в отношении стран, от которых мы имели головную боль в этой войне. Ну, нет, однозначно так оно и будет. Если мы сейчас даже не о Москве говорим, а о Беларуси, именно так все и будет. Мы говорим о Беларуси. Потому что Беларуси его просто раскатают на поле тракторами. И это будут делать, да, с помощью украинцев, но это будут делать сами беларусы. Причем те, которые сейчас в его власти. Потому что на самом деле Чаушеску, одним из главных инициаторов его быстрого уничтожения были как раз генералы, военные генералы, которые служили в его власти. Им надо было списать на него все грехи предыдущего периода. Чаушеск, кстати, в свое время спецслужбу возглавлял. Да, после войны, так сказать, он тоже не с луны свалился. И, соответственно, это было решение военных, чтобы на него повесить все грехи за весь предыдущий период и быстро с его женой, этой Еленой, расстрелять. Так оно и было, понимаете? Я думаю, здесь будет то самое. Еще один вопрос Зеленский. Вот потянет ли он вот это вот поствоенное мироустройство? Ну, я думаю, раз он потянул войну, то уж с таким-то уж точно справится. Логично ли это? Логично это, потому что он не один это будет делать. Это будет происходить с помощью западных союзников, которые, если уж так хорошо помогли, ну, как смогли, в войне, то уж с мирным устройством, они куда опытнее, нежели в период войны. То есть я думаю, здесь будет осуществлена быстрая, эффективная вестернизация. Понимаете? Знаете, что меня, Марк, пугает? Вот мы договариваем эти последние минутки. Меня пугает то, что... Помните, когда Россия нападала, да, и они тут постояли, потом у них было вот это вот отползание от Киева, то начали говорить, дескать, вот Медведчук такой-сякой, вот он, значит, неправильно информировал Путина, и что-то тут Путин подумал, что его здесь встретят. Вот это с венками, караваями и башеванках, да? И будет такое малоросское величание великого российского царя. А ведь Европа что, она не ошиблась по поводу России? Или она не ошиблась по поводу Путина? Или Америка не ошиблась по поводу Путина? Они тоже недооценили. Вы говорите, что у них лучше получается, тем более, значит, мир налаживать. А вот это они понимают ли, они вот эту вот русскую душу, да, или белорусскую душу, или молдавскую душу, они что-то в этом понимают? Вот настолько, чтобы они не ошиблись и правильно мироустроили, прости господи. Они всегда ошибаются. Они и в этих вопросах ошибутся. Но вы понимаете, как? Война же всё меняет, и её последствия. Почему с Германией всё получилось? Потому что немецкий народ очень долго, кстати, не мог принять своего будущего, в котором они строят не рейх, а какую-то другую жизнь. И, собственно, они пришли к ней. Германия, кстати, продолжает оставаться главным лидером Европы и в экономическом, и всяких других отношениях, при том, что она продолжает сохранить военные базы на своей территории, американские, и, безусловно, её суверенитет, как многие считают, этим ограничен. Просто приоритеты изменились полностью. В случае с Украиной будет иначе. Она же будет не проигравшей страной, она будет страной-победительницей. И у неё будет гораздо больше возможностей занять в этом квартете европейском соответствующее место. И уже понятно, какое. На Украину будет возложена миссия безопасности в Восточной Европе, как минимум. А может быть и шире. Да, в этом есть цинизм. Украинцы могут умирать, а европейцы не хотят. Это потом выровняется, это потом как-то сгладится. Но горячая такая армия, там, в несколько сот тысяч человек, которая победила такого монстра, каким является Россия, то я вам хочу сказать, что просто без Украины не обойтись будет в решении всех этих вопросов, потому что они периодически будут возникать. Они же возникают, что в Косово, в Косовской Митровице, что, значит, на других участках. И где-то надо реагировать. Всегда в Европе не хочется реагировать непосредственно. Ехать куда-то в Сирию, ехать куда-то в Ливию, ехать в Ирак. Они же всё время уклоняются от этих миссий, чтобы не нести ответственность за гибель собственных граждан, ну, солдат и так далее. И это происходит постоянно. Украина для них очень выгодное приобретение, которое как раз эту проблему решает. Всем теперь очевидно, что войны не прекратятся, что мир небезопасен. Он меняется, и совершенно не обязательно, что он меняется в сторону большего благополучия, безопасности, как это было в начале 90-х. Ну, всё, пало СССР, пало противостояние в холодной войне, и все будем жить райски, как Фукуяма прогнозировал конец истории, иронически, кстати. Это не конец истории, это конец одного и начало другого. И в этом смысле у Украины есть это место, потому что она не какой-то экономический монстр, который, я не знаю, технологический, научный и так далее. Прежде всего, уж так уж получилось, это прежде всего военный монстр. Да, Марк, не очень хочется, но не очень хочется, что, помните, когда я говорила, что Россия может откатиться на 100 лет назад, но не очень хочется, чтобы Украина откатилась на 300, и чтобы нашу армию использовали, знаете, как, чтобы Украину использовали как единственную опцию, у которой есть армия, которую можно попросить за деньги и так далее. Затыкать дырки в горячих точках где-то в Европе или в Африке и так далее. Вот я боюсь вот этого, потому что при всём, при том, дорогие товарищи зрители, чтобы вы правильно поняли, с большим уважением к европейским партнёрам, к американским партнёрам, но здесь надо блюсти свой национальный интерес, понимаете, и становиться субъектом всех процессов, а не только вот эту вот армию свою давать. Мы им, в общем-то, и в Ирак давали у нас, там контингент был украинский, вот, но хочется, чтобы мы знали себе цену, понимаете. Европейцы же не спешили нам армию давать, в общем-то. И вот тут надо расставлять приоритеты и точки правильные. Как вам сказать, будущее всегда же имеет много вероятных путей развития, да, мы всегда можем исходить из того, что повернётся так, повернётся эдак, но всё-таки армия — это более специфический вопрос, ни территории, ни земли, именно армия, да, с ней так просто не поиграешь, поэтому, ну, не будешь ею помыкать, иди туда, иди сюда. Это не, знаете, сырьё, ни там, добыча, ни какие-то такие сферы, ну, так сказать, обычной жизнедеятельности государства, это особенная сфера. И поэтому играть в игры, как, знаете, зависимого… 300 лет назад. Ланскнехтов, да, каких-то, которых ты… Ланскнехты иногда захватывали, поэтому я не думаю, что будут такими отношениями, это будут более ровные отношения. Риски всегда есть, да, иждивенческие такие, военного иждивенчества, оно может возникнуть, но это неизбежный этап после войны. Как там дальше будет развиваться, тоже зависит от большого 40-миллионного народа, каким Украина является, как она сумеет устроиться в этом жизни, то есть ей, конечно, придётся измениться. То есть всей той олигархической модели не станет точно, она вся изменится, понимаете, многое изменится и в отношениях с Европой, с Западом в целом. Став органической частью, нужно будет подчиняться правилам, которые там есть, в том числе, ну, борьба с коррупцией, борьба с, там, всякого рода стяжательствами, изменения, вообще подходят к правам человека, национальным общинам, их автономности, понимаете, там, не знаю, от Мадьяров до Русинов, неважно. Ну, то есть, конечно, это несёт с собой и проблемы, но, с другой стороны, а что в альтернативе? Проект, который с Востока предлагался? Ну, понятно, что он уже умер, но вот выбор, понимаете? Нет, нет, мы в этой альтернативе однозначно выбрали уже свою сторону, и мы... А тогда придётся решать задачи по мере их поступления, по мере, по-другому не получится. Субтитры создавал DimaTorzok